Назвать беларусы вельми великими аматорами туризму напевно нельга. Вовсе ляким выпадку ознайомления со славутостями мы звычайным к немся суместить с отпадшинком на курортах и у здравницах. Лепры гэтым музейным работникам неабходно затекавить наведывальников нечем незвычайным. Як гэтую задачу имкнуться вырышить наши суседи на прикладе Тульской в области расскажа Олег Сентюроу. Хочу гэтым доме Лев Толстой створил свои самые знакомитые творы. Гэта была вельми тяжкая праза. То есть «Войну и мир» он писал 7 годов, а Ганну Каренину 5. Письменник у Вогули был вельми адукованным человеком, и он ведал 15 замежных мов. А в 80-ти годовом взрослый почав выучать еще и японскую, а лет с иероглифами у него ничего не трымалось. Больше, как на 400 гектарах музея Сядибы, парк с возерами и некольких побудов. Правда, дом, у яким народился письменник, не заховался. Лев Толстой у некий период своего життя так имкнулся стать журналистом, что продал уластный майонтак. Когда он был на войне в Севастополе, ему в голову пришла идея издавать военный журнал для простого русского солдата, где бы описывались военные события, но не так лживо и сухо, как в других журналах. Для этого были нужны деньги. Где взять? Толстой принимает решение продать свой дом. Другий дом, у яким проживал письменник, больше степлый. Туристов тут имкнутся притягнуть оригинальными речами, а так само мастер-классами о кузне и велопрогулками. Сучасных технологий в этом музее не увидишь, а вось музее зброи робят ставку, минавито на их. Интерактивные помощники литерально на кожном кроку. Навод, коли экскурсовод нечто не поведомил, можно за все дотримать информацию самостоянно. Экспонаты сбирали маль 300 годи, а тому тут заправдышмат цикавого. Новые технологии активно выкрыстовываются и в Тульском Крамле, яке худко значить 500 годи. Гэтую побудовую называть реликвию агульно-национального значения. Сгодно с указом президента России, в 2020 году у Крамле пройдут великие урочистости с историческими реконструкциями, хоть отчете себе углубенистого делу можно уже зараз. Самые большие, самые серьезные люди, статусные люди, жили именно здесь, в северо-западном участке Кремля. Тульские воеводы, коломенский Каширский архиерей и так далее и тому подобное. У Тульским Крамле туристам не только поведомить об его истории, а и подмазовать о поведе с применением мультимедия. Неопочнюю чергу по этой причине насутность наведывальников тут не скарзится. Генщая справа, что основная колькость туристов, люди, яке знаходится у командировца, специально приезжать сюды за сотни, а то и тысячи километров, покой мкнуться немногие. Олег Сентеров, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель», Российская Федерация.